всем привет народ видео про очередную крутейшую интересную и полезную штуку которая взаимодействует с нейросетями значит у нас уже было видео где мы встраивали stable diffusion photoshop подключали автоматик photoshop а теперь наоборот photoshop в кавычках мы встраиваем в автоматик почему в кавычках потому что эта штука она выглядит как photoshop имеет большинство функций которые есть photoshop тут все сделано идентично то есть тут все знакомые панельки все знакомые функции которые мы видели в photoshop то даже есть горячий клавиш который полностью совместимы с клавишами photoshop но эта штука называется фото и и она работает в онлайне здесь можно делать полный экран будет вообще не видно ни браузера ничего также у некоторых я видел здесь вот блок с рекламой на этом сайте но видите у меня стоит такая штука называется от guard и на firefox здесь реклама никакой вообще не появляется выглядит еще более идентичнее к photoshop вот но это отдельный сайт это не автоматик а вот эта же самая штука внутри автоматика то есть видим наши менюшки text to image image to image и в одной из них написано photo и значит какой-то энтузиаст взял адаптировал вот этот вот сервис под автоматик что здесь хорошего в чем здесь польза в сравнении с обычным photoshop в том что здесь у нас есть видите отправка в control на эту отправка в имя что имидж никуда не надо залезать всю боту в одном окошке браузера делается супер удобно здесь свою очередь в тексту имидж появляется кнопочка отправить фото пить и мы можем перемещаться между функциями автоматика в один клик которыми как photoshop и мы там должны были сначала сохранить картинку потом сюда и загрузить drag and drop сделать кстати drag and drop тут тоже работает удивительно кидают сюда картинку все как в фотошопе и раньше такого нельзя было представить что полноценный аналог photoshop находился в браузере да здесь реально есть большинство функций то есть смотрите здесь у нас и слои и история в слоях есть возможность работы с маской возможно выделение через control то есть control клик мы нажимаем выделяются активные пиксели на этом слое это у меня кстати браузер edge и тут вот видите другой уже от блок находится с ним работает чуть-чуть похуже но в firefox и по какой-то причине не работает remove биджи remove background здесь он работает нормально давайте кстати включим посмотрим что он сможет сделать с этой картинкой конечно функции remove background для них желательно чтобы какой-то один объект был да и еще и не очень сложный фон но видите тоже вполне неплохо вот например вот этот котик посмотрите как он отделен от фона замечательно это выделение сохраняется в виде маски здесь можно ее выключить включать чтобы закончить убирание этого фона мы нажимаем здесь применить на маске она применяется к слою и получается вот такие изолированные объекты в той же самой менюшке есть еще прикольная функция волшебная палочка она работает по методам сегментации то есть видите здесь у нас есть зеленый цвет красный цвет мы берем кисточку и выделяем зеленым те объекты которые необходимо выделить и красной кисточкой зарисовываем то что нужно убрать вот например давайте вокруг вот этой кошки сделаем кружочек нифига себе смотрите вот это выделение вот это выделение супер вот я здесь просто закорючка сделала зеленая закорючка на фигуре и красный вот такой вот овал вокруг и посмотрите моментальное выделение объекта отделение его от фона вообще офигенно нажимаем здесь ok и получаем видите отдельный слой вот с этой вот кошечкой здорово очень здорово для слоев также есть режимы наложения все как фотошопе в коррекциях изображения есть кривые вот смотрите знакомые менюшки просто супер и это все находится внутри автоматика было бы конечно очень круто если бы эта штуковина работала локально на компьютере да так то это расширение подгружает фрейм с того сайта давайте эту кошку экспортируем в формате png я думаю она пригодится для превьюшки к этому видео сохранить это так выглядит начальное меню когда закрыты все файлы и раз уж мы находимся в нейросетях давайте мы попробуем сделать вот такое возьмем эту картинку удалим отсюда сейчас обычных вот этих котиков сделаем тебе котов-рыцарей которые были на предыдущих картинках ну может еще лошадь к ним какой-нибудь добавим потому что у нас тут средневековой такой пейзаж котов кстати можно удалить через вот этот набор функций здесь у нас видите заплатки восстанавливающей кисти хоп видите котик удален кстати поскольку мы сейчас будем закидывать это в in paint я думаю вот эти вот косяки где переход между тенью здесь размыленность такая получилась мы ее все равно сможем исправить через image to image поэтому пусть так пока остается зато здесь это все видите в один клик делается вот выделяем котика все нам нужно его убрать и ждем некоторое время происходит ведь обработка все котик пропал еще раз замажем уберем то что здесь появилось то же самое сделаем и с этими котиками черный готов очередь за рыжим все вот так вот несколько кликов и картинка очищена от котов видите как просто это делается теперь смотрите что еще здесь можно сделать давайте прикинем по композиции где тут может находиться лошадь ну вот например где-то вот в этом месте моего вот так вот выделяем делаем выделение и здесь внизу мы нажимаем in paint selection нажимаем его нас перекидывает вот сюда вот во вкладочку так здесь я для котов делал какой-то in paint закрываем и на месте нашего выделения появилась вот такая вот маска пишем здесь чебе медивил хорс разрешение я поставлю 768 на 768 здесь у меня выбрана он ремаст и вот эта штука выкручена на максимум шаги для отрисовки поставим 31 давайте посмотрим что из этого сейчас получится вот такие вот лошадки но я бы хотелось чтобы лошадь чтобы она была без всадника да здесь у нас какая-то странная фигура поэтому давайте напишем негативный prompt всадник смотрите вот такой вот вариант в принципе меня устроит чуть-чуть я добавил в prompt ключевиков и получил вот такое теперь давайте спереди этой композиции добавим котиков котиков рыцарей можно опять это перекинуть фото пи но я думаю давайте мы обойдемся на этот раз просто in paint а я добавлю с этой стороны одного котика который будет пересекать фигуру лошади то есть будет на переднем плане от нее находиться пусть он будет вот здесь вот и in paint я советую делать о по одной штуке то есть одну фигуру добавили довольно результатом переходите к другой не нужно сразу несколько вот так вот накидывать потому что иначе вы запутаетесь вместе с нейросетью здесь я просто убираю battle horse и добавляют кат кат к night дальше когда вы отправляете туда-сюда картинки здесь меняется разрешение я обратно возвращаю 768 на 768 cfg scale поставлю на 10 здесь все вот так же как и было запускаем вот такого котика мы наверное оставим но как видите на фоне детальки поменялись лошадь стала тоже на плену кошкой совершенно не проблема потому что мы только что посмотрели на методы где можно взять выделить объект ставить его поверх предыдущей картинки смотрите как мы это делаем берем картинку с лошадью следующим слоем вставляем картинку с рыцарем заходим в менюшку выделить выбираем волшебная палочка сначала нажимаем очистить чтобы не было того что автоматически здесь расползнала эта штука берем зеленый цвет рисуем вот такую полосочку поверх котика вот так вот потом выбираем красный цвет и рисуем обводку как мы это делали вокруг котика вот таким вот образом закончили смотрим что здесь получается нужно добавить еще красного вот здесь вот зеленого внутри и также пройтись по тем участкам которые выглядят некорректно вот так вот чуть-чуть подкорректировали нажимаем ok и получаем вот таким вот образом котика на переднем плане давайте добавим еще котика вот сюда для этого мы должны сделать еще здесь одно выделение нажимаем in paint selection здесь в промпте ничего не нужно менять что касается настроек смотрим здесь все выставлено правильно generate смотрите вот такой вот котик но он оказался чуть чуть подальше чем я хотел я хотел его где-то вот здесь вот чтобы он на травке вот на этой стоял ну опять же никаких проблем мы сейчас перекидываем это фото пи повторяем тот же процесс который мы сделали для этого котик снизу видим у нас слой неизмененный поэтому мы просто берем выделить волшебная палочка и опять выделяем котика тем же самым способом смотрите как у нас здесь получается нажимаем ok здесь выбираем свободное трансформирование ставим котика вот например вот сюда и у нас готова охрана замка что теперь поскольку здесь есть разные косяки вот такого вида то мы это берем и отправляем в имидж для финальной обработки здесь промпте мы описываем то что у нас изображено на картинке модель рефанимейты настройки вот такие вот если видео памяти маловато то ставим hd то есть 1280 на 720 ну или поменьше потом после этого нужно сделать обсквел получаем вот такие вот разные прикольные вариации этой картины в принципе неплохо но например если нам вариации не нужны то тогда опять в n-paint в n-paint замазываем котика промпт я пишу вот такой разрешение опять 768 на 768 и нужно здесь снизить denosing strength и вот пожалуйста мы получаем улучшение качества кота без изменения в деталях серьезных да то есть смотрите все это сохраняется то что у нас было и вся вот эта вот шерсть вокруг его головы она корректируется при этом очень здорово вот так вот друзья очень удобная штука был бы конечно супер если бы это вообще вот это фото пи работал в оффлайне то есть локально на компьютере шикарнейшая вещь и заменяет любые графические редакторы чтобы ее поставить мы заходим в extensions здесь дальше install from url и сюда кидаем ссылку на этот фото пи я ссылку скину в телеге она уже есть в общем-то берете ее нажимаете install потом после как установится здесь вот apply and restart ui штуковина просто невероятный а тот кто интегрировал фото пи в автоматик большой молодец благодарю всех кто ставит лайки подписывается всем удачи до новых видео всем покеду и и и и и